Книга «Открытый Моком» 3 том. Вопрос 1099. Взаимоотношения. 1 Коринфянам 7, 23. «Вы куплены дорогою ценою. Не делайтесь рабами человека. Поясните, как не делаться рабами?» Отвечает Игнатий Тихонович Лавкин. Вся эта глава посвящена Кодексу Семьи. Люди часто рассуждают о преимуществе того или иного состояния – женатые или неженатые. Раб или свободный. И очень часто из угождения другому человеку поступают со своими принципами, своей верой. Галатам 2, 12. «Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных». Галатам 1, 10. «У людей ли я ныне ищу благоволения или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Когда мы даем наши материалы о крещении священникам, то из ста прочитавших этот материал, ни один не может возразить ни на одно слово. Полностью со всем согласны. Но когда доходит до дела, ни один не шевелится с места, трясется от страха и бормочет, как заклинание над своим толстым брюхом. «Да меня архиерей сразу запретит!» «Такое отношение к Слову Божию, к делу, к истине, разве оно от Бога?» Галатам 2, 4-6. «А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истинное благовествование сохранилось у вас». «И знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лица человека. И знаменитые не возложили на меня ничего более». Галатам 5, 1. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабству». «Мы должны помнить, что являемся рабами Христа, а остальные, кто бы ни были, всего лишь соработники Божии. Но если они требуют противного Писанию, то мы должны считать их за врагов, состоящих под анафемой». Галатам 1, 8-9. «Если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. Никому не надо приноравливаться, подстраиваться, угождать. Не продавайте свое христианское первородство за чечевичную похлебку призрачных благ». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!